Ни чек он не давал, никакие услуги мне не предоставил, требовал с меня деньги. Осуществляет ли охранную деятельность какую-то, да? Да, охранную деятельность собираю деньги с рыбаков за места, за рыбацкие места. Не надо вот эти дешевые свои шоу, в которые вы ездите, вы хотите, чтобы вам отстегивали или бесплатно места отрывать? Да не получится у вас, ребята. Он сразу при полицейских не хотел у него брать деньги, не бери. Потом, когда ты шли в сторону, он мне говорит, иди возьми у него деньги, а дашь полицейских. Вы наняли наркомана сюда и пришли, и тут провокацию делают. Скажите, пожалуйста, вот вы сейчас взяли пояснение с меня. Как вы считаете, мы можем продолжить рыбалку? Конечно, можем. То есть тут проблем нет никаких? Нет, вообще нет. Приветствую вас, друзья. Вы на YouTube-канале «Всё для Клёва». Сегодня очередное видео с рыбалки. Мы на Днестре. Это у нас первое место от моста. Тут вроде как должна быть, ну, вернее, как должна быть, не должна быть, а организована платная рыбалка. Мы, естественно, приехали, платить практически не собираемся, вы же знаете. Потому как, как вы знаете, что согласно закону номер 233, водоемы общего пользования, на них рыбалка бесплатная. Вот река. Берег. Даже если это место в аренде, это не даёт право арендатору взимать деньги за организацию «Алматорской рыбалки». Сегодня я один с друзьями. Миша, помаши ручкой. Саня. Вовчик там тоже сидит. Вон он, ага. Ребята сказали, что дальше 10 метров кидать нет смысла. Весь карп под первой бровкой. Кстати, говорят, друзья, и вам эта информация, чтобы вы знали. Я, как всегда, с экспериментом. Ребята ловят нам окущатники, ловят кормушку Потап, ловят на горох. Какой мой эксперимент, сейчас я вам покажу. И надеюсь, что этот эксперимент пройдёт удачно. Ну, а мы начинаем смотреть. Да, кстати, и мы не просто так здесь. Я хотел сказать, что наш рыбак, нашего вайбер-сообщества, Среди Лякова Днестр, обратился ко мне с просьбой помочь в ситуации, потому как он здесь находился на рыбалке, и с него требовали деньги. Он, если сказать в двух словах, он не захотел платить деньги, вызвал полицию. В общем, посмотрите, он сам вам расскажет, что он сделал и как это было. Заодно я и здесь узнаю у местных, скажем так, рыбаков и тех, кто тут охраняет территорию, что тут за ситуация вообще по сбору денег. А если получится, то и пообщаюсь с самим арендатором, скажем так, земли. Добрый день, случилась такая ситуация. Я приехал на речку Нестор в селе Маяки, 41-й километр, сразу за мостом направо. Я посидел два часа, порыбачил, ко мне подошел охранник, начал требовать деньги с меня за рыбалку, не предоставив мне никаких услуг. Я подумал, за что ему платить. А чек давал он? Нет, ни чек он не давал, никакие услуги мне не предоставил, требовал с меня деньги. Я ему отказался платить, потому что по закону я имею право пользоваться водоемом, общего пользователя бесплатно. Он позвонил своему шефу, шеф приехал через какое-то время и начал меня угрожать, что приедут люди, меня сейчас поломают, кинут в воду. На что была вызвана полиция и написано мною заявление на этого человека. А что вы заявление написали? Ну, что я приехал на речку. Что он вам угрожал? Что он мне угрожал. Вот, ну, на угрозы я вызвал полицию, потому что я приехал с ребенком, я переживал за себя и в первую очередь за ребенка. Приехала полиция, как бы, я так понял, что полиция на его стороне. А полиция белгороднестровская? Полиция, да, белгороднестровская. Как бы она с него никаких объяснений не потребовала ничего. То есть, принял от вас заявление и все? Да, да, да. Имеет право любой гражданин пользоваться на водоеме общего пользователя, бесплатно отдыхать, купаться, плавать, ну, свои какие-то действия делать законные. Он сказал, что закон обратной силы не имеет. То есть? На него этот закон не распространяется. Из-за чего? Из-за чего не распространяется? Из-за того, что он раньше... Да, из-за того, что раньше ему дали такие документы, что раньше не было такого закона. Понятно. А у него... Он показал документы, что у него в аренде, да, это? Что в аренде на 49 лет. Хотя на документах на одной печать, там три печати стоит, там нет ни одной герба Украины. Что это за документы? Кто ему выдает такие вообще документы? Ситуация понятна. Постараемся поговорить с этим хозяином этой территории, узнать, что у него за документы, и все расскажем. Но... Кроме того, что он у вас угрожал, вы что-то еще писали в заявлении в полицию? Написал вот то, что я вам рассказал. То есть, что вы приехали, и что деньги... Вы писали, что у вас вымогали деньги? Нет, он сказал, что у нас рыбалка платная. Да. А я охраннику говорю, давай отнеси документы, что рыбалка платная, вызывай полицию. Ну что он ответил, я не буду вызывать полицию, если вам надо, вызывайте. Если у них все законно, почему не отказались вызывать полицию? Ну, в принципе, да. Хорошо, спасибо. Спасибо, Александр. Разберемся сейчас. Узнаем, что чего и как. Так, друзья, ну вот, знакомьтесь, это Виталик. Он тут... Деньги собрал, то здесь вы тут... Осуществляет ли охрану деятельность какую-то, да? Да, охрана здесь собираю деньги с рыбаков, за места, за рыбацкие места. То есть шеф, как бы мой шеф сказал, чтобы я собирал с людей деньги. 50% отдавал ему, 50% забрал себе за то, что я здесь убираю, работаю там, а остальные деньги отдавал ему. Ага. Вот каждое место стоит мостики по 200 гривен, земля по 150, 50 гривен за машину, 50 гривен с отдыхающего. Все эти деньги я должен был собирать, записывать по записям и в конце месяца ему отдавать деньги. И какие примерно суммы выходят? Примерно суммы выходят разные. Бывают такие месяца и по 13 тысяч, и по 10, и по 9, и по 6. Это по 6 мы делим. Это то есть 25 тысяч на двоих, 26 вот такие. Вот такие, вот я вот работаю, 4 месяца он не платит, а потом вот остальное, зима, те все месяца никто ничего не платит. И еще и требует, чтобы я подходил, работал, выбирал просто так, без денег. Ну понятно. И сейчас проезжали в прошлый раз люди, я дал людям сфотографировать документы. Здесь Александр проезжал. Да, да, да. Скажите, а чеки вы какие-то даете? Никаких чеков, ничего вообще, ничего. И он предупреждает, когда вот там если приезжает, там полицию вызывают или еще что-то. Не говоришь, что ты здесь работаешь, скажи, что я тебя просто попросил, чтобы ты пришел, присмотрел, там еще такое. Вот так вот. Вот так вот, вся правда. У меня просто просветил вот Александр, когда был пару дней назад здесь. Что говорит, твоими руками здесь, говорит, происходит вымогательство, говорит, и ты, ну, попадаешь. Ну, абсолютно правильно. И вот я решил, что, ну, я не хочу дальше так, зачем, чтобы моими руками, у меня трое детей малолетних, мне надо как-то жить дальше, кормить детей. И я, из-за кого-то я буду попадать, кто-то будет богатеть, а я буду попадать. Понятно. Вот так и происходит. И сейчас вот он должен приехать забрать деньги. О, заодно может объяснить... Да, может и объяснить вот людям, да, за что он берет деньги. Он говорит, что у него земля в аренде, что тут есть документы. Ну, земля в аренде, там, ну, река, не знаю. Люди много, кто возмущаются, на меня тут кидаются. Звони ему, он приезжает, выгоняет людей. Тут много есть людей, много, много людей, человек 20. Есть людей, которые подтвердят, есть номера телефонов, все, что они приезжают, вот эти деньги сюда часто. Что он, кого он приезжал, выгонял, есть полицию, вот же вызывали пару дней назад. а вот это вот, когда полицию вызывал Александра, чем закончилась ситуация? А чем закончилась, чтобы Александр написал заявление, и все, и все, и полиция уехала, что туда показали ксероксе документов, все Александр ничего не доказал просто. Полиция уехала, и все. Понятно. Да. Просто проехал, уехал, или что-то там было? А, вы имеете в виду полиция? Ну, потом, когда уже Александр ушел, все ушли, я дал полиции 200 гривен на бензин. Ты дал полиции? Да он мне сказал, вот возьми рыбака, ты стоял славик, я взял рыбака, говорит, адашь их говорить милиции. Я дал их не говорить, никуда их не записывай ничего, я говорю, это будет пацанам на бензин. Вот так и закончилось вот это все. То есть, как я понимаю, что, скорее всего, протокол порвали, или сделали его испорчено? Протокол даже не было. А что-то что-то было? Просто было заявление, типа Александр написал заявление, за то, что тот ему угрожал по телефону, и все. Ага. Все, все, все же было. Никакого протокола, никто ничего не составлял. Ну, заявление, по идее, должны были принять? Ну, они как бы приняли его, да, ну, это Белгороднестровская полиция приехала, они ждали, он ждал их туда пять часов. Они говорят, что это Белгороднестровский район, что Беляевка сюда не будет приезжать. И все, они ждали его, тут сидел Александр, часов пять ждал, пока они приедут. За это время уже могли увидеть его. А так, он приезжает, или сам, или еще кого-то присылает, там, племянники его, еще кого-то угрожает по телефону, сейчас приедут, набьют голову, еще там, что приезжают сюда, бывает с кем-то приезжает и выгоняют людей просто. Ну, хорошо, а хоть раз было такое, что реально приезжали и били голову? чтобы били не было, но что с ним приезжали, было такое, да, что приезжали с ним люди, но так, чтобы били не он матерился, орал тут, бьёбуй, тива, тут крыки, всякое такое, да, а так, чтобы били не было. Понятно. То есть, испуган, берет на испуг, да? Да, берет на испуг и вот так вот, вот так происходит. Я год здесь проработан, год я уже здесь проработан, год, а год он берет деньги, и все, он мне говорил, что это все по закону, что ничего тут, что ничего тут страшного нету, а когда мне Александр рассказал, что тут получается, что моими руками грябают, что я попадаю за вымогательство, я начал интересоваться, узнавать, все он уже придумал сразу. Так правильно, потому что 233 закон, никто не отменял. Он уже придумал сразу же, что у него там, что я его обманываю, что то, я дал документы сфотографировать, Саша выложил документы там где-то, все за то, что я дал документы сфотографироваться, все он придумал, что я его обманываю, все давай, все деньги и уходил отсюда. Я говорю, да, завтра приедете, я говорю, заберете деньги, но свою зарплату я давать не буду, я здесь не ночевал и убирал, вот видите, тут аж ну нету мусора, как вот там, как бы снимали дальше. Я тут убирал каждый день, я тут ночевал, тут есть много людей, ну много людей, у меня полный телефон номеров, которые люди едут, звонят сюда, все звонят. И все много, кто ссорится, приезжает. Вот напротив, живет Славик, вот он в прошлый раз, он был тогда, когда Александр, вот там где-то красная крыша, он здесь был, вот это он давал 200 гривен. Он сразу при полицейских не хотел у него брать деньги, не бери, потом когда-то с листом, он мне говорит, иди возьми у него деньги, а дашь полицейский. Понятно. Все, вот так вот и все было. Хорошо, спасибо, Виталий, за откровенную информацию. Уверен, что для Державного бюро расследования в Украине уже есть над чем поработать по поводу полиции, которая берет 200 гривен. Я так понимаю, что скорее всего то заявление уже никому не пошло, но мы этот вопрос тоже проверим. Скажи, а сколько у него в аренде земли? Ну вот по документам здесь вот распоряжение, что как Белгороденстровская района Державной администрации дала ему 10 соток, 0,10 га. 0,10 соток. Ну, как вы видите, здесь не 10 соток, тут 40 соток. Берег как бы не входит в аренду же. Ну, конечно. Урез воды не может входит в аренду. Видите, как делается. Из-за того, что люди не знают, просто вот этим он пользуется и чужими реками берет у людей деньги. Вова, расскажи про свою рыбалку, что ты ловишь? Ловлю на парыша, червя, пока только одна густерка. Ага, уже есть, да? Пока ничего. Ну, одна густерка и все. Ловлю на фидерную оснастку, поводочек сантиметров 50-60. Друзья, сегодня я, как всегда, экспериментирую, а вы, как всегда, ставите лайки. Итак, сегодняшний эксперимент заключается в том, что я ловлю на техноплантон на течении. Это техноплантон для ловли толстолоба. Снасть очень легкая, то есть получается бусинка, одна сверху, одна снизу, чтобы не разбивался сам этот цилиндрик. Потом сквозное, инлайновское, такое 100-граммовое грузило. Дальше, маленькая, зелененькая бусинка, видите, да? Она предназначена для того, чтобы не разбивать узел, которым прикреплен вертлюжок, за который прикреплен поводочек. Поводочек небольшой, примерно 15-20 сантиметров, с волосяной оснасткой, на нем две горошины. Вот метров пять бровка начинается, метро стиль, вы травняетесь, потом у камышу, вот потом у камышу и там бровка дальше. Ага, то есть, бровки не подняли, все, вы ее оборвали здесь. Ага, что понял, здравствуйте. Вы есть кто? Я рыбак. Да, я понял. Вы рыбачить можете, значит, доступ. Да не надо меня снимать, не надо вот эти шоу делать, свои дешевые. Ну не надо вот эти шоу делать. Нифигас. Вы пришли за деньгами, вы не получите. Так, слушайте, с вас никто денег не требует. Значит, просто, во-первых, для начала, машины вывели туда, за территорию, а потом будем разговаривать. За какую территорию? Вот, знаете, на дорогу, потому что дорога отсыпана мной, лично, 16 камазов жертвы, я вложил кучу денег, нанимал грейдер, три камаза песка, понимаете, здесь плавня была. Значит, выгоните, вы заехали по моим деньгам, выгоните машину, найдите туда, на трассу, а потом будем с вами разговаривать насчет платы. Не надо вот эти дешевые, свои шоу, в которые вы ездите, вы хотите, чтобы вам отстегивали или бесплатно места отрывать. Это не получится у вас, ребята. Я вам говорю, это серьезно. У меня на законных основаниях, у меня есть документы. Ваш, подожди, не надо со мной разговаривать. Хорошо, я вообще волчу. Я вообще не хочу. Да, говорите, говорите. Ваш деятель здесь был, вызвал полицию, полиция приехала, сказала, что здесь есть документы. Ждите отказной материал и все. А потом я его подам, этого типа, я подам на суд, тысяч на 50, я ему сказал, при работниках полиции, за моральный и материальный ущерб. За что я сюда приехал, за что он нервный, и так само и тебя подам. Хорошо. Потому что я больной человек, ты видишь, у меня спина больная, я приехал сюда, а ты не видишь. Значит, ребята, выгоните машину за территорию. Хорошо. Здесь отсыпанная территория, вы по моим деньгам заехали. Там видно, жерства, и я сейчас дальше отсыпаю. Если вопрос стоит только в машине, проблем нет никаких. В машине, да, вопрос для начала. Для начала выгоняйте, пожалуйста, машину. Две машины выгоняйте за территорию. Так они не на территории, на какую территорию они? Вы ехали по моей отсыпанной дороге, что ты дурачка включаешь? Ну, что ты включаешь дурачка? Если ты не... Идем, я тебе покажу жерству, лично ты увидишь, тебе, чтобы не было лишних вопросов. Здесь было плавно. Да, вот, друзья, вы понимаете, да, вот такой психологический делают все... Вы ездите вот эти шоу... Мы вообще ничего не бакуем. Так вот, вот такой психологический штурм проводят специально вот такие вот деятели, которые потом с вас требуют деньги, понимаете? Поэтому не ведитесь на это все. Я ничего не требовал. Значит, не надо. Есть телефон, звоните, спрашивайте разрешение. Это земля отведена для моей семьи. Для отдыха. Неправда. Ну, неправда. За уборку, за сторожа. Это неправда. Не врите. Не врите людям. Конечно, я смотрел документы. Так, какие документы? Вон те, которые в будке стоят. Да, да. Я видел. И что ты насмотрел? Ты видел? Держадминистрация, Белгород-Днестровская, дозвил, погоджена с Одесским лесхозом, с оборводхозом, проект отведенный, земельные делянки затвержена Белгород-Днестровская главой администрации. Ну и что еще? Какие еще вопросы? Что дальше? Не, ну какие еще вопросы? Она дана вам в аренду? А тебе что надо еще? Она вам дана в аренду? Да, на 49 лет. Хорошо. Ну рыбалка здесь бесплатная для всех. И вы не имеете права мне перешкоджать сюда заходить. А я тебе не перешкоджаю. Ты сел на лодку, вчера люди приехали, попросили оставить машину, сели на лодку и поехали ловить. А я хочу здесь на лодочку ловить. Какая мне разница? А эта земля уже в аренде. Ну какая земля в аренде? Вот эта земля. Что, урез воды? Да, до уреза воды. В аренде. Я тебе не буду показывать генплан, потому что ты никто для меня, понимаешь? Ну не надо, у меня генплан, зараженный главой администрации. Ради бога. Ну так вот, еще о чем бы. Вот это ты видишь, что это такое? Что это? Что это? Ну это грунтовка или камейс, по-твоему, что это такое? Ну что-то. Не, ну как что-то. Я вижу жерстку. Засыпан, да, жерстку. Да, жерстку. Вот это жерстку, вот это полностью дорогу, я отсыпал за свой счет. Здесь была вот такая плавня, показывай. Если ты сильно видишь, снимай. Вот здесь была плавня. Я отсыпал. 16 камазов жерстку и завез. Хорошо. Нанял технику. Хорошо. Песка сюда завез. Сейчас отсыпаю. Хорошо. Ну вот хорошо, значит, пожалуйста, выезжайте. Вот туда поставят, да? Да, вот там ставят. Все, хорошо, я поставлю сейчас туда. Да. Для начала. Поставлю. Чтобы заехать, надо есть телефон, звоните и спрашивайте. Давайте, выгоняйте. Хорошо, я поставлю. Ты понимаешь? Нет, не понимаю. Я тебе еще раз говорю, бывшие прокуроры, экологические приезжают, звонят мне, можно или не можно половить здесь. Я не должен вас спросить разрешение. Нет. Ты можешь только спросить, можно до речки прийти, покупаться. Ты можешь. Не должен вас спросить, вы не имеете права мне перешкажать. Не имеете. Вызывайте полицию. Все, я тебе предоставляю, вызывай полицию. Как вы мне перешкажите? Я предлагаю, это моя территория. Как вы мне перешкажаете? Na 49 лет. Вы что? Я здесь скоро буду дом строить. Ну, строите. Ну, так все. Струйте. Иди на Ваттер Сити. Подожди, подожди, зайди на Ватер Сити. На Ватер Сити тоже, на 49 лет дана в аренду. Ну там стоят заборы, там стоит охрана. Ты туда заедешь? Нет, конечно. А тебе поблатовать здесь охота? Вон иди, 2 километра берега засранного, где вот эти... Уберем. Уберем. Убери себе место, приготовь и это самое. И что это самое? И лови рыбу. Я ловлю рыбу. Там, где я хочу. Подожди, а я не хочу. Я хочу ловить там, где я хочу. Я приехал. Откуда ты приехал? Какая разница? С Одессы я приехал. Вот ты с Одессы. Я к тебе в Одессу не еду. Там не блатую. Слушайте, еще раз я вам говорю. Эта территория общая. Река общая. Река общая. А земля в аренде. Я здесь убираю. Вы не имеете права брать деньги за рыбалку. Тебе заикнули кто-то за деньги? Ну тебе кто-то заикнулся? А что ты пиздишь? По-другому я не назову. Вот что ты пиздишь? Хорошо, не матюкайтесь, пожалуйста. Нет, это я не хочу. Ты меня выводишь, понимаешь? Это вы уводите всех. А что они тут сидят без... Бесплатно ли что? Да, бесплатно. Вот просто мои друзья. Бесплатно сидят. Рассказывайте сказки для порбелого бычка. Хорошо. Это твое дело. Я же тебе говорю. Пожалуйста. Сел на лодку, полметра отбыл, я тебе доступ даю. Или в бахерный отдел, встань в воде, я стою. Я уже не имею права. Там ничего срывают. Да и здесь вы не имеете права. Ничего. А земля находится в аренде. Я убираю здесь. Я отсыпал территорию для того, чтобы сюда приехать. Я, может, захочу с семьей сейчас приехать. Ну приезжайте. А что, мало места? Или что? Мало. Мало. Я хочу 20 удочек раскинуть. Не имеете права. А я имею права. Нет. Я 20 человек. Племянника возьму сейчас. Берите. 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 Приехал. Все, пожалуйста. Машины выгоняйте за территорию. Хорошо. Уберем. Машину убираем сейчас. Давайте. Я скажу. Хорошо. И забудьте вообще сюда дорогу. Здравствуйте. Друзья, вот такой вот делают мозговой штурм. Нервы. Психоз, блин. Специально выводят рыбаков из себя. Но вы не должны поддаваться на эти провокации. Ни в коем случае. Еще раз я повторяю вам, что земля, согласно 230 закона, которая находится в урезе воды, она общая. И то, что берут плату за рыбалку, есть основанием для прекращения этой аренды. Поэтому не поддавайтесь на провокации. Еще раз я вам говорю. Друзья, не знаю, правильно я поступил или нет, то, что поставил машину на обочине дороги. Ну, ради бога. Мне не трудно пройтись. 15-20 метров к воде. Если есть такая проблема. Но рыбалка, вы должны знать, бесплатная. Все. Приехал, приехал половить рыбу. Вам показали документы. Вам показали документы, что есть на законных основаниях здесь отведена земля. Правильно? Почему вы наглеете? Отведена земля. Значит, я вам говорю, знаемые таких активистов, которые приезжают, выбивают деньги, либо на шарика ловить, либо тут обосноваться на шарика. Знаемые таких активистов, которые ездят по магазинам, по всем остальным. Так что не надо. И вас прекрасно все правоохоронные органы знают. Очень хорошо, что они знают. Кто такие активисты? Это рэкетеры только в законе. Называются. Да. Это смешно. Это не смешно. Значит, давайте вызывайте полицию. Не буду я вызывать полицию. Не буду. Мне хорошо. Я вот сижу. Я знаю, что вам хорошо. Значит, зайдите. Я сижу с двумя удилищами. Я вам доступ до воды. Даю, пожалуйста, бахилы одели. Зайдите туда. Здравствуйте, что я с ума отошел сюда. Ну как? Нет, я хочу сидеть. Вы сидите на земле моей, земле, которой я плачу аренду. Да вы что, серьезно? Да, ну я серьезно плачу. Вы хотите, что от меня хотите? Чтобы вы за территорию вышли и вызвали полицию. Зачем? Ну как зачем? Пусть я разберусь, полиция разберется. Зачем вызывать мне полицию? Какое основание для меня, чтобы я вызывал полицию? Объясните. Потому что вы зашли на мой огород. Давайте так. Какой ваш огород? Нет, подождите. У вас есть огород, частный сектор? Это не частный сектор. Я туда прихожу на 49 лет. Это? Белгород-Днестровская райдержадминистрация. Это водоем общего пользования. Так водоем. Я же за водоем вам ничего не говорю. Одели бахилу, а там встали полметра и ловите. Лодочку спустили, я вам ничего не скажу. Доступ до воды я вам даю. В законе написано. Вот доступ воды. Для рыбалки. Беспрепятственный доступ до воды. Для чего? Для чего? Для рыбалки? Да, для рыбалки. Купаться, попить водички хотите, болотом намазаться, полечиться, пожалуйста, я вам даю доступ до воды. Вот я и на рыбалке. Нет, так а рыбалка вы на моей территории сидите. Я же к вам в огород не лезу. Еще раз. Это не ваш огород. Это мой огород. На 49 лет. Я здесь скоро построю домик. Какие вопросы? Строите, загораживайте. Я посмотрю, как вы загородите здесь. Так не, я отведу, я поменяю целевое назначение. Вот поменяете? Здесь для аматорской рыбалки. Вот когда поменяете, тогда... Замельная делянка выделена для аматорской рыбалки. На 49 лет. Для аматорской рыбалки? Я как раз и занимаюсь аматорской рыбалкой. Нет, подождите. Для аматорской рыбалки Савицкому Анатолию. Но не вам. Я, кстати, не знаю, как ваша фамилия. Моя фамилия. Третьяков Александр. Для Третьяков Александра. Вы понимаете? Вот это сделано, земля отведена. Я здесь убираю, я здесь смотрю за порядком. Идите вон там. Буквально 20 метров. Там 2 километра. Я хочу увидеть там, где я хочу. Ничейная. Слушайте, ничейная территория. Там мусор овалом. Уберите. Уберите. Подготовьте себе. Так уберите для начала. Уберем, конечно. Да не уберете вы. Вы не уберете. Потому что вы ездили вот это бла-бла-бла и все. Вы были там, вы были у Мамедова, вы были у Булавина. Три человека здесь, которые с закона отведена земля. Вам понятно? До стрелки. Не понятно. А остальное все свободное. Мне непонятно, почему вы тут берете деньги за рыбалку. Вам кто-то вообще за деньги сказал, что? Вот вы пришли. Вам сказали платите. Я знаю, мне Виталийков сказал, как вы берете тут деньги. Какие Виталий сказали? Вот, который ваш охранник. А где этот Виталий? Ну, вон там. Я не знаю там. Ну, приведите его. Он не охранник мой. А кто? Он не охранник. Он знакомый просто. Вот охранник. Володя. Да-да. Вон здесь первый день. Ну, откуда вы знаете, сколько он дней? Я знаю, я спросил. Он сегодня первый день. У нас здесь называется место, так и называют под мостом, в селе Маяки. Рыбалка у нас стоит 200 гривен в сутки с берега. Земля 250 с мостом, с помостом, деревянным помостом. Считается самое глубокое место в Маяках. Правильно, я его попросил. Что вы попросили? Попросил выйти и похоронять, пока меня нет. А так я здесь нахожусь. И Виталик тут находился? Я не знаю, где Виталик находился. Значит, давайте, молодой человек, сворачивайте удочки, вызывайте полицию. Я еще раз делаю акцент. Чего я должен вызывать полицию? Вызывайте полицию. Я не хочу вызывать полицию. Я нормально себе сижу, отдыхаю. Подождите, ваш человек приезжал сюда, вызвал полицию. Ему полиция что сказала? Не знаю, я вообще не знаю. Знаете, вы прекрасно. Знаете, вы прекрасно. И документы вы эти видели, которые он фотографировал. А, в Вайбер-сообществе, который? Не знаю я. Ну, ну. В каком Вайбере? Значит, давайте, пожалуйста, вызывайте полицию и ждите там за телевизором. Если вы считаете, что я залез в ваш огород, вызывать должны вы, а не я. Нет, подождите, вы, я вам запрещаю. Я вам запрещаю. Что вы мне запрещаете? Вызывайте, ой, рыбачить здесь. Находиться на моей земле. Рыбачить, пожалуйста, вон, полметра. Зайдите в воду, там стойте. Опустите туда рюкзаки. И что, нормальный вообще? Как это? Я нормальный. На лодку сели. Съемка нормальная? Да. Держите деньги в вашу кассу. Тише я с рыбаков собирал. Ооо. 150 гривен с места. С каждого места по 150 гривен с человека я собираюсь. Это брыхун. Есть 10-20 человек, я сейчас наберу номер телефона, приедут все рыбаки, которые здесь были. Он меня сейчас заставляет в дерьмо, лезь, сам высыпал мусор. Специально высыпал мусор туда. Специально насыпал мусор, я говорю себе, я собирал оттуда. Это провокатор. Я весь мусор палю тут, все люди видят. А вы алхаж, бля. Наркоман, это по тебе. А по вам, вы, я больной человек на группе, я инвалид. Ты наркоман, я инвалид на группе, а вы алхаж. Вы наняли наркомана сюда и пришли, они тут провокацию сделали. А вы алхаж, я инвалид на группе, да, я получаю денщик. По мне не видно, я алхаж или ты наркоман. На твою физиономию. Ваши люди все скажут, бля. Все ваши люди все страдают руку. Какие люди скажут, на твою физиономию посмотри. Дааа. Ты бомж, ты бомж, понимаешь. А вы кто, а вы алхаж. Тебе дома не мал, дай. А ты, я алхаж. Спокойно, тихо, спокойно, спокойно. Я понял тебя, я понял. Я бачу вас там, бля, не не раз. Спокойно. Спокойно. Это кошмар. Давайте, оставьте территорию и вызывайте полицию. Да не буду ничего вызывать. А потом давайте начинайте сомнения свои. Я не буду никого не вызывать. Если вы считаете, что я залез на вашу территорию, пожалуйста. Да, вы залезли на мою территорию. Пожалуйста, вызывайте вы. Да я не хочу вызывать. Ну чего? Я не хочу, а потому что не хочу. Я вам запрещаю. Я вам запрещаю находиться здесь. Все. Друзья, ну вот видели вы весь этот балаган, весь этот цирк. Скажу, что не каждый рыбак стресса, скажем так, устойчив. И поэтому после двух или там трех недель работы, он приезжает один раз на рыбалку. Естественно, он не хочет ругаться. Ему это не нужно. И он просто тупо платит деньги. Здесь, на этой территории или на другой какой-то. Предложений очень много. Одни говорят там, мы тут делали дорогу, давай деньги. Мы тут убираем мусор, давай деньги. В общем, любыми способами вытягивать с рыбаков деньги. Что происходило дальше? Значит, этот товарищ вызвал полицию Белго-Днестровскую и все время говорит, уходите отсюда, уходите. Ну чего мы должны уходить с рыбалки? Это территория общая. Река общая. Ну посмотрим, чем это закончится. Конечно, ситуация не очень приятная. Ну какая есть. Никто не отменит, его никто не поборет. Это уже гадание, дыхание. Таких одиночек будут там щемить, а тех будут больше раскручиваться. Это пройденный этап. Хоть рыбалка такая у нас получается немножко нервозная, но рыбка всегда дает удовольствие в ее поимке. Даже пускай такая мелкая, но видите, как на червя. Далеко кидать не нужно, потому что тут куча зацепов и вот у меня сейчас очередной раз я зацепился. Вот. Придется опять оборвать снасть. Очень жалко. Ну, что сделаешь? Кому сейчас легко? Ну вот, в принципе, в течение часа весь техноплантон, который мы ставили на оснастку, уже вымылся. Видите, какое большое отверстие такое. В нем уже не держат бусины. Вот. Поэтому мы сейчас будем его менять. Друзья, ну вот у нас снасть, видите, я ее переделал. Сначала ставил вверх техноплантон, теперь поставил вниз. Думаю, что так правильнее будет, чтобы крючок был ближе к техноплантону. Две бусинки не дают ему спасть, получается, с верхнюшка, с лески, с основной. И, в принципе, нормальная конструкция держится. Здесь две горошины. Ну, пока что-то карп не клюет. Будем надеяться, что все впереди. Уже комаров нет. Слава богу, они закончились. Утро уже в полном разгаре. Ну, вот выйти и карпа нет. Зацепы есть, карпа нет. Ооо, ну это уже серьезный карасик. Ага, ну понятно. Короче, Потап с горохом рулит. Потап горох и червяк-опарыш. Мутерброд. Червяк-опарыш, да? Ну, понятно. Красавчик. Да, корнюсь горохом, кидаю червяк-опарыш, и уже хоть похлевочки начали появляться. Серьезно. Поменял техноплантон, подцепил на крючок опарышей. Посмотрим, к чему это приведет. Так, ну что же. И у нас начинает клевать караси. Это уже радует. Надеюсь, и будут карты. То маленький карасик, но тоже, видите как, на червяк. Ну вот, уже карасик получше, уже начал клевать. Вы видите, даже резинка от Гранулы осталась. Вот. То есть, карасик интересуется Гранулой. Это хорошо. Добрый день. Добрый день. Я Третьяков Александр. Ютуб-канал «Всёля клёво». Нахожусь на данный момент на рыбалке. Вот на берегу реки. Приходит ко мне гражданин, и меня отсюда выгоняют. Не понимая, на каких законных основаниях он это делает, но он вызвал вас. Показал документы аренды на 10 соток земли. На 10 соток земли. Которые, вот, находятся где-то здесь. Потому что, конкретно... Где-то здесь, я саду на полицию и покажу. А, хорошо. Давайте мы не будем выслушать одну сторону. Да. Вот. Что здесь она надана в аренду для организации аматорской рыбалки. Всё. Мне, то бишь, Савицкому, но не вам. Я вам доступ до воды, пожалуйста, даю. Сели на лодочку, уплыли. Захотели – покупались. Но не на территории земельной делянки, за которой я хозяйную тут, где чистота и порядок. Сейчас я сотрудникам полиции покажу, какая эта земельная делянка на фото, когда отводилась земля была, и какая она сейчас. Здесь чагарники, камыш был и всё остальное. Я охраняю деревья. Сейчас бы маяцкие уже попилили по эти деревья. Все на травах в теплице. Каждое дерево, которое в лесхозе на учёте стоит, сохранено благодаря мне. Камыша нет. Условия чисто. Всё. Идите туда, вон за территорию. Для чего это создана рыбалка? Для аматорской рыбалки. Для меня, для моей семьи, для племянника. Неправильно. Ну как неправильно? Для любого человека это сделано. А вы тут просто сделали условия для того, чтобы собирать деньги. Собирать деньги за рыбалку. Я должен, значит, убирать мусор. Значит, косить траву. Нет. Вычищать тут всё. Потирать тебе задницу. И ты будешь просто приходить наплевать на всё. И будешь сидеть здесь нормально. Нет. Я к тому, чтобы все платили налоги, во-первых. Да. Чтобы это было всё официально. А не вот так, как делаете это вы. Через одно место. Как мы делаем? А никак. У вас официально. Что у вас официально? Пакет документов. У вас был охранник, который вы сейчас вы выгнали. Правильно. Ты это вор. И ты ему, кстати, платил деньги. Я знаю. Он сам мне лично говорил. Ты ему платил деньги за рыбалку. Когда? Ну когда? Я не знаю, когда он тут с вас снимал дизни. Я извиняюсь. Да. Кто кому там платил. Ну вот он платил. Давайте посмотрим документы. Идемте за стол. Да, да. Идемте на стол. Цирк продолжается, короче. Да нет, такого цирка не продолжается. Да нет, просто здесь документы не дам. Да я и не нужны. Ты рыбак. Я сотрудникам. Хорошо. Я никто. Хорошо. Да. Показ сотрудник полиции. Хотя, что я туда пойду? Показывайте сотрудникам полиции. Я просто посмотрю. Да посмотрите. Посмотрите. У меня документы в наличии есть. Как вас зовут? Иван Степанович. Иван Степанович. Если вы считаете, что мы нарушаем закон какой-то, выгоняйте нас официально отсюда. Мы уйдем. Но я отсюда уходить не собираюсь. То есть получается на сотруднику полиции даже если не будут выгонять? Нет. Нет. Если сотрудник полиции скажет, что я здесь сижу и не имея права здесь находиться, то да. А если сотрудник полиции мне не скажет? Ну мой огород. Нет, это не ваш огород. Это вам дали в аренду для аматорской рыбалки. Организации. Организации аматорской рыбалки. Там прямо написано. Не для вашей семьи. А для кого я захочу организовать? Нет. Нет. Свободный доступ. Свободный доступ до воды. Я могу организовать. Нет. Скажите, что вы спорите сейчас? Нет. Потому что я ему денег не дал. Понимаете? За рыбалку. Сейчас посмотри сотрудник документы. Есть же у нас же... Дальше все сотрудники. Давайте начали посмотрим. А потом уже будем рассуждать. Мне даже не интересно там смотреть. Как зовут? Александр. Александр. Николаевич. Александр Михайлович. Вы сможете дать объяснение по данному факту о том, что вы приехали со своими друзьями, товарищами? Да. Приехали сюда. Ну, я так понимаю, просто вы приехали ловить рыбку. Да, конечно. Вот. И никто не имеет права здесь брать деньги за это. Вы сможете дать объяснение по этому поводу? Да, конечно, смогу. Без проблем. Скажите, пожалуйста, вот вы сейчас взяли пояснение с меня. Да. Как вы считаете, мы можем продолжить рыбалку? Конечно, можете. То есть тут проблем нет никаких? Нет, вообще нет. Нет. Все, я понял. Спасибо. 19.08. Начинается дорога на 6.35. Я, как вы сообщили, мне с вашими словами правильно. До бриллианки, яку я арендую на законных подставах, приехал на растошеланном месте Минстровске на автошляху М-15, первый километр. Правильно? Так. Белый мост. Приехали четыре человека. Те, которые начали представить с членами организации, так? Это не организация. Это не организация. Это не организация. Это начали ловить рыбу на берегу Речкотнистка. Без моего дозвола. Нужно так написать. Без моего дозвола. Нужно так написать. Без моего дозвола. Это не организация. То есть вы сейчас ничего не видите? Вы не видите никаких? Правильно территории. Нет. Дальше есть опять же ураны, которые будут рассматривать дело и будут все. До берега речки ДНИСТР мают все. Все. Спасибо. До берега. А мы на берегу? А где мы еще? Нет. Потом снизьте на берег и ухлите. Нет. Такого нет. Ну, видите? Вон ребята сказали, что все нормально. А где их права уехать? Ухлите. Ухлите. Да, все мы их не задерживаем. Может быть он не задерживает. Ну так закона или закона? Может революционно и далее. Может революционно и далее. Бачьте. Бачьте. Ну бачьте. Документы и мазин. Вот эти все материалы придут соответствующие органы. Дальше будет рассматривать. Проведена проверка. Проведена полностью все сроки ваших документов. Получим все. И результат потом будет уже, как бы вам дадут результат. Да, да. Хорошо. Да, спасибо. Добро. До свидания. Всего хорошего. Начался дождь. Нам-то ладно, мы бы хоть под деревьями. А вон народ сидит в лодках. Вы тоже смотрите. Подготовились. Да, давление сейчас поменяется. Так, ну что, дождик закончился. Слава Богу. Сейчас должен пойти нормальный клев. Сейчас только удилища перезарядим. И вперед. Друзья, показывай карась. Карась, карась, карась. Я уже взял напарша. Думаю, сниму уже горошины. Сниму кукурузу. Ну, мелкие. Ну, что вам. Куда его? Это не наш размер. Не наш. Опа. Очередной карась. На пучок опарыша. Да, я сейчас тоже перешел напарыша. И карась хорошо клюет. Да, поклевки стали регулярнее. Угу. Угу. Это тут что, горох? Да. Тут клюлю горохом. В одну точку. Заклипсовался. И уже ловлю тут на червя. Сейчас уже пучки опарыша. На опарыша поклевки регулярнее и мощнее. Угу. Хорошенький. Кабанчик такой. Смотрите. У меня одно удилище получается на опарыша я ловлю на червя. А здесь на две горошины на волосе. И, как видите, хороший карась такой клюнь. У меня кукуруза. А, да. Извините. Где кукурузки? Точно. Ну. Александр, скажи, как ты считаешь, вот ситуация вот такая, когда требуют деньги, это нормально вообще? Это вообще не нормально. Была ситуация, пришел человек, потребовал. Вызвал полицию на свое усмотрение. Полиция приехала, не нашла правонарушений. Мы остались дальше ловить, все нормально. А люди, которые пугаются, боятся, не требуют. То есть, сразу ведутся на провокацию этих арендаторов. Они не добиваются того истинного исхода, который нужен. То есть, ребята, не бойтесь реально. Звоните. Даже вот и позвоните на поддержку. Все для клевого. Александру, он вас проконсультирует. Он поможет как бы разобраться в этой ситуации, скажет, что делать. Надо добиваться. Потихоньку, потихоньку так и наладится все. Друзья, ну вот так заканчивается наша рыбалка. Поймали немножко карася, плотвы. Ассорти рыб, кроме карпа. Да, все поймали, кроме карпа. Ну ничего, рыбалка есть для того, чтобы отдыхать. Главное отдохнуть, отдохнуть. Да, кстати, вам показали пример, что ловля на два удилища – это, в принципе, оптимально нормальный вариант. То есть, посыл был такой, чтобы вы понимали, что четыре удилища обслужить очень сложно. И это уже не рыбалка, а труд. Работа. Работа, да. Это уже какая-то работа. И ты приходишь уставший, никакой измочаленный, домой после рыбалки, а это неправильно. Нужно домой приходить после рыбалки в хорошем настроении, да? Да, с поющей душой. Да, и отдохнувший. То есть, получивший такой легкий, скажем так, легкий что? Легкий… Легкую усталость, вот так. Приятную усталость. Приятную и легкую усталость, да. Ну и то же самое показали вам, что нужно бороться за свои права. Да, потому что бесплатная рыбалка у нас в Украине на всех водоемах общего пользования. И просто требуйте выполнения ваших прав. И ничего не могут сделать эти арендаторы, у которых есть даже документы на право аренды. Но если они требуют деньги за рыбалку, это является поводом для того, чтобы эти права у них отобрать аренды. Чтобы в следующий раз ему было неповадно просить и требовать, вымогать у рыбаков деньги. Поэтому, если видео было полезным, ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Все, да и клево. Ну а я прощаюсь с вами. Мы прощаемся. Прощаемся, да. До скорых встреч на рыбалке. Всем удачи, всего хорошего. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok